В этом году Житомир Облгаз начал установку счетчиков, домовых счетчиков на территории города. На данный момент такие счетчики уже установлены на 118 домах города Житомира. Вместо того, чтобы предложить людям установку счетчиков по квартирам, для того, чтобы можно было реально контролировать расход газа в каждой квартире, ими было принято решение установки домовых счетчиков. У нас сейчас есть массовые обращения со стороны ОСББ, со стороны жителей города, которые жалуются на существенный рост платежей за газ. Честно говоря, я не понимаю, каким образом произошла корректировка. Люди вынуждены за газ платить в несколько раз больше, чем платили до того. В частности, возьмем одну платежку. Семья, которая живет в обычной хрущевке, в которой нет даже колонки. Если мы посмотрим эту платежку, объем потребления газа за декабрь месяц 14,7 куба. За январь примерно такой же объем. После установки домового счетчика им выставляют счет на 107 кубов газа. Вот конкретный дом, Героев Крут 66. Можете посмотреть, установлен домовой газовый счетчик. Я попрошу, покажите, пожалуйста, диаграмму, насколько выросло потребление газа после установки счетчика. Было 14,2. 14,2 стало 37,5. Почти в три раза выросли объемы. За все эти объемы платят конкретно житомиряне из своего кармана. Леси Украинки 61. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, наверное, счетчик разбили. Потому что у нас уже есть два, по-моему, два случая, когда просто люди разбивают эти счетчики. Князей Острожских 110. Вот этот дом, на котором был установлен счетчик. Декабрь месяц 42,6 куба, январь 77,4 и февраль 84,08. Это уже после установки счетчика. И мы не могли не отреагировать на такую ситуацию. И здесь я вам скажу, что действительно децентрализация многое дает, потому что у нас уже есть своя комиссия ДБК. В результате проверки этой комиссии было установлено следующее. Счетчики, которые ставит «Житомир Облгаз» на дома ОСББ и дома коммунальной собственности в городе Житомире. Были сделаны проекты. По этим проектам реконструкция объектов и так далее. Но ни тех условия, соответственно, ни в ОСББ, ни в нашем управлении ими не были получены. Ни декларации на начало работы и на окончание работ не были получены. В связи с этим по одному из объектов была проведена проверка. Только пока по одному объекту. Напомню, что таких объектов 118 в городе Житомире. И в результате этой проверки был выписан штраф общей суммой 288 тысяч гривен. ДБН предпочитает, что необходимо было под «Житомир Газ» сначала отрывать техничные умовы на установленные в узле публику газа. У нас сегодня, если обратите внимание на экран, то до задвижки у нас идет труба на балансе под «Житомир Газа». Это его труба. На трубе он может действительно делать по своему заданию те работы, которые считает нужным. Опять же, при наличии дозрельных документов. После задвижки баланс задержателя трубы у нас обо в Житомирском мельскораде, обо у нас сегодня ОСББ. Тех умов не были затребованы как не в Минскораде, так и не в ОСББ. То есть техничные умовы не выполнены. Декларация на початок будивельных работ не подана. Посылание в АДЖитомир Газа в данном случае на статье как раз про закон про забеспечение коммерциейного облика газа. Статья 4 четко гласит, что выконавцы рубит и установленный в узле публику природного газа повинны отримать відповідный дозвол на выконание рубит и установленный в узле публику природного газа. То есть мы в статье говорим одно, в реале делаем совсем другое. Мы присылаемся на тот закон, который должны выполнять как мы, как жители Житомира, так и в том числе под Житомир Газ. По одному только объекту штраф составляет около 300 тысяч гривен. Мы будем проводить проверки по всем 118 объектам, выставлять соответствующие штрафы. И мы, обращаясь прежде всего к житомирянам, к головам ОСББ, мы считаем, что в связи с тем, по законодательству, так как объект не был введен в эксплуатацию, выставлять такие счета со стороны Житомир Газа противозаконно. Поэтому мы будем обращаться в суд со своей стороны на перерасчет всех тех объемов и на перерасчет всех платежек, которые Житомир Облгаз выставил житомирянам. А это, я думаю, десятки миллионов гривен в результате таких противоправных действий со стороны Житомир Облгаза житомиряне заплатили в бюджет Облгаза. Наверное, вы видели статью, которая появилась вчера, по-моему, или позавчера в средстве СМС информации, что город Житомир, управление ДВК Житомирской Местерской Рады, перешкоджая реализацией державной программы за значение бескоштовными лечильниками житловых будинков. И тут мне очень понравилась фраза, своими идеями чиновники позбавляют 35 тысяч житомирян, сплачивают за фактично выкористанный газ, анонархованные нормы. Вот такими действиями мы, оказывается, поражаем на самом деле Житомир Облгазу зарабатывать те деньги, которые они не должны зарабатывать. Люди платят в несколько раз больше после установки этих счетчиков. В данном случае я не хочу, чтобы мы трактовали, что город пытается мешать Житомир Газу ставить узлы учета. Все должно проходить в законный способ, и житомиряне от этого не должны страдать. От поведения таких монополистов, как под Житомир Газ. Поэтому все, что будет необходимо сделать со стороны городского совета, со стороны наших служб, мы сделаем для того, чтобы житомиряне были защищены от такого произвола монополистов, которые образовались у нас.